я вас приветствую друзья за всеми этими перипетиями как-то вот совершенно забыл я про отчет шулешка и барди на который я читал вам уже в двух частях в одна часть у меня называлась доброжелательной манси другая ночь по моему отчет шулешка и барди на часть 2 но ссылки конечно я сделаю в конечных заставках на этом видео чтобы вы посмотрели посмотреть но этот отчет он этим не закончился он был очень подробный в самим походом там еще есть некие заключения маршруте и есть конкретно значит мысли посвященные манси я думаю это тоже будет очень интересно и считаю что будет полезно вам об этом тоже послушать ну в моем чтении и значит с моими комментариями заключение о маршруте до последней сезоны туристы московского университета проделали несколько путешествий по северному уралу из района и вдали полуночного через систему уральских гор с выходом на верховье вишер сопоставление полученных данных позволяет говорить о следующем маршруты в этом районе принадлежат к числу наиболее интересных и большая часть их может быть классифицирована по высшей третьей категории трудности зимой и по второй третьей категориям летом об условиях прохождения их маршрутов летом можно узнать из отчетов группы иванченко мвт и сулевска мгу имеющихся в библиотеке турклуба проведя маршрут в этой местности зимой можно сделать следующие выводы первое движение на лыжах через тайгу напрямик по азимуту вряд ли возможно насколько нибудь значительные расстояния из-за завалов и глубокого снега второе движение возможно по тропам которые пользуются завущими в тайге манси третье на существующих картах эти тропы обычно не указывается и если указываются то есть каждом на четвертое более точное направление остякский троп указываемый в производимой странице 10 схеме большую часть труб участники нашей группы прошли сами летом ты 952 53 и зимой ты 954 годов некоторые тропы нанесены по сведениям полученным у манси пятое остякские тропы делятся на зимние и летние и те и другие метятся широкими затесами на деревьях шестое зимние тропы проложенные манси служат для езды на оленях путь по ним для южников незначительно легче чем по целине но они служат хорош хорошим ориентиром и всегда идут в обход завалов и крутых склонов 7 основная масса снега выпадает на склоны хребтов и сопок лежащих западу от главного водораздела так по нашим измерениям глубина снега на визжая устья анчуга в 25 сантиметров верховьях реки тошенке 55 сантиметров в лесу у юрты бахтиярова п.а. 60 сантиметров глубина указывается как в среднее по трем сурфам заложенным на расстоянии около 100 метров друг от друга глубина за снега ночевали ним не менее двух метров то есть измерим произвести не удалось 8 поэтому тайга к востоку от главного до раздела стоит совсем зеленая в районе зауралья и поповской сопки деревья уже сгибаются по тяжести снега к покрытым и покрыты причудливыми снегов снеговыми наростами а ночевали вместо деревьев мы видим большие снежные сугробы сообразно этому трудности добывания дров и среди организации на снега возрастает по мере движения с востока на запад 9 чувальский скребет считается здесь непроходимым в зимних условиях так как из-за большой глубины снега не могут пройти олени поэтому зимой через него не ходят ни русские не манси не зря не 10 снег на чувальском хребте рассыпчатый и рыхлый на склонных поросших тайгою но наверху выше зоны тайги он образует крепкий нас который свободно выдерживает человека идущего бизнес 11 переход через чувальский хребет опасен из-за часто поднимающихся здесь буранов которые могут продолжаться несколько дней буран ночевали обычно бывает виден с прииска зауралья где его и следует переждать 12 тем не менее перевалить через вальский хребет можно как показал опыт нашей группы и группы мороз днепропетровск хотя несомненно это наиболее трудная часть пути 13 не следует пытаться перевалить на верховье вишеры с верховья вина и в районе горы и ширин и молебного камня в этом районе судя по рассказам местные жители зимнее время буран является постоянным состоянием погоды 14 река виза и в основном хорошо замерзает толщина льда у берега против устья анчуга 36 сантиметров но местами остается значительной полыньи выше сотого не вдалеку недалеке от 38 возле устья тохты 15 температуры в районе нашего маршрута очень низкие 30 градусов по версии здесь считается теплой погоды морозы в 40 45 градусов обычно обычное явление но нередко температура опускается до минус 50 ниже но нужно указать что во время движения эти морозы переносится относительно легко если только нет ветра но до то даже при небольших остановках человек начинает быстро замерзать общее направление господствующих зимой ветров запада на восток но по долинам между гор и сопок и 2 раздела пожалуй на любом месте ветра нет сильный ветер мешающих продвижения может встретиться главным образом при переходе через хребет хассатум поповскую сопку чувал и так далее 17 подъезды к маршруту подъезды к району маршрут удобный лишь с азиатской стороны здесь до полуночную идет железная дорога а довезая автомашины с европейской стороны трудно добиваться от железной дороги свелся до красновишерска а босс идет четыре дня но сколько его еще прождешь да из красновишерска еще нужно добираться на машинах до соликамска где начинается железная дорога общий вывод маршрут интересный трудный вполне может быть рекомендован для подготовленных групп как доступный и удовлетворяешь требованиям 3 категории вот из всех этих пунктов можно сделать некий общий вывод во-первых сразу же отмечается что ходить где-то по лесам очень тяжело на тот говорит вот в лесах стабильно сугробы завалы то есть движение через лес крайне трудоемко и очень неудобно невыгодно единственно если там как бы идти по мансийским тропам вот тогда еще как-то можно это преодолевать а вот на пропалу играет по азимуту вот выбрали куда-то направление и по нему поперлись выиграть ну замучаетесь там идти да вот я перевозную слова хочу обратить вас на это внимание в очередной раз отметить что нам рассказывают что группа слабцова значит а то тартена якобы лесом напрямую поперлась к ауспе и вот вышли куда-то на середине ауспе и оттуда только пошли потом обратно и нашли эту палатку причем сделали на они это за один день сначала лозил туда-сюда прошли посмотрели якобы ничего не нашли а потом рванули на ауспе как вот показания я вот про группу слабцового дела увидела можете там посмотреть я еще тогда сказал и продолжаю говорить это физически невозможно вот такие броски на 15 километров через лес там даже по моему 18 детки моментов получал это было просто физически невозможно тем более они группа слабцова никогда в этом лесу не были они первый раз по нему шли и вдруг так резво передвигались и поэтому меня и сразу наталкивает на мышцы с ли они не через лет а с ли они скорее всего либо с краю либо вообще вдоль леса и обязательно прошли мимо и мимо кедра пройти должны были и мимо этой палатки на склоне которые они потом как бы обнаружили везде вот во всех отчетах обязательно отмечается что прохождение через лес это было очень трудоемко и даже в дневнике общей группы этот дятлской об этом тоже говорится дальше тут еще отмечается что преимущество ветра значит запада на восток и в дневнике группы дятлова тоже это указано что именно было преимущественно западные ветра то есть со стороны запада постоянно стал ветер поэтому установка палатки широкой стороной понимаете к ветру это ну наибольшая глупость я бы так сказал так поступает можно только совершенно неопытный и не понимающих элементарных вещей турист это во первых а во вторых тут же вот отмечено что в любой долине в любой низине в любых в любом где-то уже в лесу за ветер гораздо меньше или вообще нет то есть зайдите в лес оставьте там палатку вот спуститесь с этого склона группа дятлова и вы сразу себя обезопасите от ветра от вот этих наносов снега которые хвата могли задавить и и так далее тому подобно и дрова у вас есть понимаете и вот этот экстремальная вот эта установка палатки на склоне она не имеет получается никакого смысла и вполне это можно было обойти это все также тут отмечается что морозы до горт сильные морозы но если вы двигаетесь то замерзнуть практически невозможно и это правильное замечание тоже человек в движении ну это тяжело замерзнуть и винти двигаясь можно получить обморожение вот это бывает а общее замерзание нет только если вы вот лежите и не двигаетесь вот тогда вы можете получить ну дойти до смертельного исхода то есть замерзнуть и вот они тоже здесь говорят как только остановились где-то сразу начинаем замерзать сразу же и опять возвращаясь к палатке на склоне то есть люди идут на ветру холодно ну даже пускай минус 15 вы имеете ввиду что если минус 15 при сильном ветре это уже все минус 20 минус 25 по ощущениям когда есть ветер поэтому вот в таком положении вы остановились стали ставить палатку вы уже начинаете замерзать и ход замерзая снимать себя значит теплые штаны и теплую верхнюю одежду ну я не знает самоубийство по-другому я это назвать просто не могу так никто не делает и вот из другого похода с леской барни вот отмечали что остановились сразу замерзать начали и в таких условиях пытаться ночевать без печки где на каком-то продуваемом склоне но это никак не объясняется я не знаю у меня от ума не хватает понять этого видимо я не настолько так сказать обладая аналитических и олимпийском улова я не могу просто никак объяснить вот это установка вот на фоне и не вижу никакого внятного объяснения также смотрите вот из этого из этих пунктов понятно что глубокий снег он только в лесу а на склоне снег тогда такого до того значит твердость становится что выдерживает пешего человек то есть пешком там идти можно и опять отмечу этот факт в том плане что если у вас выдерживает снег но пешком да вы не проваливаете на лыжах вы тем более не будете проваливаться но на лыжах тогда вы будете соскальзывать с этого склона знаете вот не всегда города по склону идти было удобнее там снег не проваливается так лыжам лыжня нужно вот чтобы нормально идти надо идти по лыжне а если вас вот лыжи все время куда-то скатываются у вас есть большая вера что вы упадете поэтому вот этот продвижение по склону она была совершенно не нормально во первых и во вторых у нас вот эти следы какие-то странные получается если человека снег выдерживал как бы они смогли оставить следы на этом твердом месте но вот на этих твердых утрамбованном снеге оставить следы которые мы потом как бы видели вроде бы даже тоже кстати очень большой вопрос хотя следы судя по всему судя по фотографиям они как бы не на склоне они скорее на ровной поверхности были также здесь отмечается что вот видите можно значит добираться сначала все таки машинами куда-то добираться до начала похода там или еще чем-то то есть это в принципе допускалась видимо у них в те времена считалось что если часть похода вы каким-то образом проехали на чем-то прокатились это все равно считается поход там скорее всего было правильно мне вот один комментарий человек написал должно было быть там не меньше 6 ночевок так называемых холодных ночевок над печкой с костром то есть холодная ночевку в плане в палатке где-то не в избушке а где-то в палатке там в лицу и в каких-то таких условиях не менее 6 ночевок вот тогда это был поход такой найти хороший поход а если там 10 ночевок это уже там вообще супер сложный поход вот в этом была задача чтобы были такие ночевки а если в результате вы значить другие дни каким-то образом передвигались на транспорте это ничего страшного главное зафиксировать конкретно количество ночевок и кстати восхождение на вершины это скорее всего забыла фишка вот этих свердловских ребят я так понимаю мне такое ощущение не все этим любили баловаться не все и к этому стремились но право другие тоже приезжали тоже скорее всего было наверное знаете такое уже фишка похода не просто пройти мимо какой-то вершина еще на нее забраться и там начать отметить отметку поставить зимой я имею ввиду не летом летом то понятно а вот именно про зимние вот эти восхождения связаны с большим риском и опасностью для жизни вот это наверное вот что я могу в целом прокомментировать то что я сейчас прочитал а сейчас еще тут есть небольшое значит часть о о манси о манси они же остеки а на вишере вагулы первое манси безусловно интересный объект для энтографических наблюдений их образы жизни обычаи предметы материальной культуры весьма любопытно второе почти все они кроме самих глубоких стариков владеет русским языком все здешние манси носят фамилию бахтияровых большинство или анямовых третье живут манси отдельными семени разбросанными на расстоянии 30-40 метров друг от друга четвертое манси очень избалованы часто работающим в этих местах геологами за любую услугу быть проводником дать олени и так далее заламывают невероятную астрономическую сумму денег чем больше вам будут нужны их услуги тем большую сумму от вас потребуют 5 своей юрты манси охота пускают гостей на ночевать там бескрайней необходимости не следует там настолько грязно чтоб полевая ночевка предпочтительней общий вывод рассчитывать на получение практической помощи при проведении маршрута от манси нельзя напоминает 1954 год конечно за пять лет отношений возможно что-то там изменилось я не буду утверждать что вот это вот критическое значит замечание в адрес манси она как бы и можно перенести на 59 год но я не думаю что что-то если поменялось то очень коренным образом как мы видим по крайней впечатление вот у этой группы аманси осталось ну такое двоякая что ли я бы так сказал про их корысть они уже отмечали изначально я думаю что это корысть она все равно как бы фигурировал постоянно вот мне даже как-то в комментариях написали что в поисках группы дятлова участвовали все бесплатно да но студенты естественно военные бесплатно до студенты видимо за зачетки там я не знаю но может им дни просто поставили учебные но все равно бесплатно и только манси участвовали там за деньги я кстати нигде не увидел и не прочитал что участие вот вертолетчиков было как-то за деньги да можем там как-то все это учитывалось откуда все это бралось но кстати когда вот говорят что там были колоссальные денежные затраты на этих поисках потрачены я бы не сказал скорее всего там были потрачены на продукты да но откуда вот они эти деньги были потрачены непонятно но на оплату было только манси и даже бахтияровы даже за деньги отказались то есть они как бы получается согласились а в результате оказалось что никуда они не пошли то есть это вот насчет доброжелательности желанием помочь вообще по отношения к пришлом вот этим людям которые тут шарахаются по тайге отношениями дат манси я думаю что и пятьдесят девятом году она была такой же как 54 поэтому насчет того что в постановлении там у иванова было написано что манси но ну прям такие хорошие что они с огромной радостью всегда готовы помочь туристам и делают ну все все возможную оказывают любую помощь это крайне преувеличена понимаете я уже тогда отметил что это излишне крайне преувеличена и вызывает вот это предложение серьезные подозрения но тут как бы не все а манси еще продолжение есть но уже в другом значит в оглавлении давайте еще почитаем о чумах и юртах в тайге следует заметить где находится жили семанси в районе похода так как их можно использовать если не для ночлега то как ориентиры проверяя проверяя правильность движений нивы приходится перечень известных нам первое юрта володи бахтиярова володкина юрта на левом берегу реки ивдель возле места называемого два ивдель а где ивдель образуются из слияния двух крупных потоков юрта нежилая владец выселин за бараконьерство находятся в одном километре от берега тропа к ней от места переправы не четко и второе юрты устья анчуга на реке виза я километрах а в одном полтора-два выше устья на левом берегу 500 800 метров от берега зовут петр акимович и не на владелем и вадимировна и в другой алексей анимович со стариками родителями километров в трех пяти павел васильевич все бахтияровы 3 выше побежая в направлении на и ширим находится так называемый колхозный чум в котором зимой обитает пастухи общественных стад 4 на водоразделе между анчугом и кулом километрах в 15 от реки виза и недалеко от зимней остеакской тропы имеется летний берестовый чум принадлежит старухи ульяне но практически не обитая зимой им пользуются мальцы для ночлега во время своих поездок поэтому к нему от тропы обычно есть ясно видимый нартовый след 5 на километр ближе к реке виза и о самой тропы стоит брошенный лабаз на столбах но с окошками сквозь широкие щели в потолке стенах и полу гуляет ветер 6 на реке велся километрах 15 от прииска зауралья на правом берегу имеется пустующий юрта просматривается хотя и плохо с реки имеется каменный очаг для топки по черному кроме того мальцы обитают и вбросенных русскими домах 7 на 2 на 2 плотине василий анямов семьей 8 на бросном прииски зауралья степан савельевич бахтияров семьей сын умершего несколько назад знаменитого шамана совы летом здесь живет сторож василий иосифович лейтвер но на зиму он уходит на 3 северный рудни следует иметь ввиду что мальцы обычно своих хижинах обитают только зимой а летом ночуются оленями стадами по горам от молебного камня и далее на север 9 кроме того в тайге верховьях и деле выше 2 и в деле зовет заведующий табалина заводником крыло через него проходит летняя тропа сын деле на зауралье вот из этой главы мы можем понятия как примерно распределялись вот расселялись манси как мы видим да то есть они не только жили в своих каких-то юртах но могли жить и брошенных русскими избах то есть там до этого могли быть и значить проживали русские семьи а потом просто бросали куда-то уходили по какой причине не понятно но видимо и были какие-то причины интересна заметка про выселенного манси за барканьерство все-таки за барканьерство их наказывали то есть там были видим определенные моменты когда нельзя было что-то кого-то убивать или запрещено было охотиться на какого-то зверя или запрещено было в определенный сезон на кого-то охотиться вот человек попался на мост рыбу рыба ловил не положено и во время нереста но тут час не знаю за какой именно вы из браканьерство но похоже их наказывали выселением смотрите как интересно то есть не садили никуда в тюрьму не стали создать а просто сказали все давай иди отсюда нефиг тебе здесь жить раз ты такой нехороший не понятно только куда переселили правда прииск там как мы понимаем был заброшенный и вот здесь уже не в первый раз звучит заброшенный прииск там какой-то заброшенный рудник то есть не были места где когда-то что-то разрабатывалось но в конце концов забрасывалась и все кстати насчет браконьера я вот еще и еще не сказал там мелькнул соболиный заповедник может быть там браконьерство бахтияров отстреливал в заповеднике соболей вот еще что могло быть но его опять таки я говорю его наказали путем выселения это кстати говорит о многом то есть браконьера там из числа приезжих там русских или кого-то скорее всего посадили бы в те времена это статья уже была уголовная а вот массе не посадили просто выяснили отселили подальше чтобы он не мог сюда приезжать браконьерство видимо вот так имелось ввиду но это видимо с максимальное наказание и стоит об этом задуматься что все-таки они были под некой охраной закон я так понимаю но в целом более менее понятно их расселение нахождение понятно что летом они вообще где-то постоянно не жили за оленями естественно по всей тайге и по всем там этим местам ходили это я и так говорил уже где-то более-менее оседлый образ жизни они вели именно только зимой то есть где-то вот только зимой они могли на зиму останавливаться там жить пока не наступали теплые дни ну это вот если вот что касается манси я думаю вот этого уже будет достаточно для этого конкретно ролика сведения вот о маршруте и сведения о манси которые были предоставлены в 1954 году надеюсь это даст вам некое понимание того времени некое понимание о маршрутах которые приходилось тогда ходить туристам и понимание каким образом в этом в этих походах применялись значит манси как и пытались с ними контактировать и что из этого происходило дальнейшем я еще прочитаю да этот отчет там еще есть несколько глав достаточно интересных просто это не надо все смешивать в одну кучу комментируйте подписывайтесь то еще не подписался но мне только остается сказать до новых встреч друзья